под прошлым видео какая-то мебель заинтересовалась моим свитером и он кстати тоже от юность мне очень нравится их одежда и специально для вас я вымутил промокод на 20 процентную скидку 20 процентов на минуточку ссылка на магазин в описании выбирайте понравившуюся вещь и в строку код купона вбиваете или копируете промокод володя 20 арт и все 20 процентов посмотрите может быть вам что-то подойдет друзья не экономить сейчас самое милое дело пользуйтесь на здоровье ну а мы начинаем после того ролика с собакой не многие начали предлагать черепа которые у них были в наличии и один подписчик прислал мне коробочку там два экземпляра один редкий большой мы его пока трогать не будем оставим на потом возьмем маленький это череп кошки он необработанный такой наполовину чистенький над ним надо будет поработать мертвые кошки мне не попадались и я как-то не обзавелся своим поэтому ничего страшного будет чужой зубы я думал что зубы надо оставить но в тот момент когда начал их выдирать понял что они очень хрупкие я не знаю с чем это связано может быть кошки не хватало кальция но я вы начал вытаскивать их они все потрескались поломались и какой-то момент решил что черепушка будет без них а вообще если у кого-то есть понимание как вытащить зубы не повредив их я вас прошу пишите в комментариях потому что для меня это знание очень важно я пока им не владею череп пойдет под подкраску но я все равно хочу его высветлить попробовать хотя бы раз сделать так чтобы он был прям беленький это не столь важно но вот я хочу сделать хотя бы один раз так в этот раз обрабатывать его буду по-другому ну до этого еще дело дойдет чуть попозже об этом поговорим и к этому черепу нужно будет еще сделать маленькую подставку поэтому придется обратиться к раме давайте заглянем к нему в гости и посмотрим как у него дела опять что-ли вооружать виду есть возможность вооружить да и подзаработать на этом немножко уже серьезный арсенал уже готовы готовки там себе блин пушка уже классик уже классика это все классика моя на наш 55 видов модели вниз на вот что прогрессирую немножечко изучая станки чипу нарезал себе такой так как бы чтобы мне было проще ну грубо говоря рукоять хоп-хоп-хоп набираешь по диаметру разные просто классический ложка что это немножко другой будет заклеил даже но это это то чисто это не по не проблема но нужно сделать как у рэмбо чуть пошире и поднимешь рэмбовский такой или как у этого как у индейца из хищника где он там стоит такой ножик для масла такой а потом и был этот хищник просто втащил пару раз дешевые понты дешевые понты да он такой замодничал этот индейец это тоже заготовка для одной косплощицы будущий да блин классная штука на балдашник анальды тоже заготовка тоже точил ну кстати ничего прогрессировал в токарке немножко вишка ну еще падут точно только я предложил из металла сделать чтобы он как бы хоть на настоящего похож придется делать деревянный чтобы был похож как настоящий еще покрасить так что хотя бы он на фотках там что-то вытянулся в общем в какие-то моменты так а часто пары до начинаешь надо хотя бы поставить клести и все разная бордовидные и двусторонние взял короче черенки 40 рублей вот такой черенок за 81 рубль чуть плавнее черенок и все больше никаких нету поехал на рынок сегодня по 120 рублей черенок это просто торговаться мне по 85 отдал а до этого я решил взять этим напилил лиственницу и взял елку выдумал на место черенков обстрагать короче краш-тест не прошел не лиственница не но относительно она вода видно нет он просто даже зажимаешь ну как бы я еще не видел ни одного ребенка который его бы сломал вот в чем приколу прикол в том что он ломается если ломать не в этом месте где сделано а он стирается вот досюда короче просто лупят снег лед асфальт детей других родителей просто он просто вот это достается вот такие вот два огрызка но как и вот эти места надежно проверено мишку уже таких этих топоров переломал веник такой мочалка ну вот она кошечка маленькая такая надо сейчас под нее подставку сделать выделите нам какую-нибудь фанерку и готова ну вот она будет вот так вот что она не такая массивная оказалась до посад подставку что не массивная была там так как черепушка сама по себе маленькая там много материала не нужно у рамоча в закромах всегда есть какие-нибудь остатки и я думаю воспользуемся ими подставка тоже будет под покраску и поэтому там какие-то серьезные породы брать не будем фанеркой обойдемся я уже давно понял что с деревом рамоч на ты и поэтому как правило в процесс не лезу да и тем более куда нам двоим толкаться ради одной маленькой подставки я думаю он справится один тип того да углу какую полукруглую овальную сделаем тогда короче вот она подставка вас получается вот здесь какая-нибудь штука и вот здесь и вот череп он вот так вот стоит входит вот в эту дырку вот эта часть а вот здесь вот в двух местах я думаю какую-нибудь вот такой вот какой художник мать честная чтобы она так фиксировала здесь смысл смысл оси ну это она она принес напряжение к создает напряжение ты сколько она весит вот тут сколько она ведь грамм грамм нихуя вообще 15 ну какой тут напряжение себя навесил килограмм не ну просто она соскала соскочит хотелось бы чтобы еще один упор был тут тут у нее залазит я не знаю ну она понимаешь она создает на при я понимаю я понимаю но она создает напряжение вот этой части и это тип есть это эстетически неприятно смотрится да ну блин ты тут да да рам ну смотри как эти как как самолетики делают ну блин на прям даже мы ничего не сделали вы смотри напряжение нет никакого он ничего не весит до нужно сделать просто поглубже туда подальше и все на нее я к тому что я к тому что ты его одеваешь а так это да и она может в короче то вот встать вот как вот так бочку вам то вот так бочком я хочу чтобы она ровно так стояла чтобы ней упорчик еще был немножко вот здесь please давай сделаем так а я это хотел услышать типа того да немножечко убрать вот эту часть идеально готова вот так вот так как череп сам по себе вообще толком ничего не весит поэтому дополнительно укреплять что-то саморезами я думаю это лишнее посадим на клей клей тем более вот этот классный чуть держит капитально тайт бонд это прям вверх дорого конечно но за свою цену это прям наилучший вариант в общем пока клей сохнет возвращаемся к черепу надо уже начать его обрабатывать теперь у меня такие инструкции будем сначала кипятить первые 30 минут она основательно прикипятится и все шмотки которые там остались внутри и внутри по большей части они все должны отвалиться все производные разложения должны отслоиться если они там конечно есть но если уж питались в кости как в прошлый раз то тут уже ничего не поделаешь в общем пробуем после того как череп прокипятится 30 минут надо попробовать вытащить хрящики которые в носу и да там в принципе больше нигде их и нет то что не отвалилась сначала я пинцетиком аккуратненько достаю да это в принципе все что я могу сделать кладем еще на 15 минут ну на всякий случай я не из башки беру это мне посоветовали знающие люди обычно это нужно в тех случаях когда череп довольно жирный и не все отошло в первый раз второй подход в таком случае еще имеет смысл а я но я решил это сделать на всякий случай так подстраховаться кстати и в этот раз я буду пользоваться перекисью опять же взял трехпроцентную из аптеки но сразу вам говорю вариант неподходящий она нихера не делает насколько бы вы череп не оставили в этой перекиси но я это понял только тогда когда закончился весь этот процесс какой план после того как череп пролежал еще 15 минут в кипятке я достаю и сразу же помещая его в перекись говорят что пока он горяченький это будет самый смак решил положить его туда на три дня посмотрим насколько это вообще имеет смысл и осветлится ли что-либо вообще ну такая подставочка у нас получилось осталось ее только обработать покрыть всякими штуками которые я недавно зато взял две банки ultima черный пригодится кстати в этом проекте и лак матовый в роли грунтовки решил попробовать виксом в этот раз написано по ржавчине на я посмотрел указано что и по дереву можно по всем остальным материалам тоже я хочу сделать максимально аккуратную подставочку соблюдая все этапы с грунтовкой с несколькими слоями краски с последующим ровным слоем лака хочу сделать конфетку но это мы увидим уже в следующей части в том числе результат отбеливания но пока у меня такая идея если вам что-то интересно из всей этой движухи которые я промышляю напишите вопросик в комментариях я постараюсь ответить на него на следующем стриме между слоями даем 10 минут на подсохнуть зацените видосик лайком или дизлайком и подписывайтесь в инстаграм группа вконтакте и на этот канал в том числе это все помогает в развитии канала и вы на глазах видите как это происходит так что имейте ввиду это блин реально мне поможет вот так у нас выглядит два слоя в принципе удовлетворительно но я наверное еще и третий сажу на всякий случай все вторая часть не за горами давайте до встречи